так осталось 10 минут вот наверное это будет последнее письмо она не маленькая вот я на него отвечу ну вот это было 198 вебинаров чтобы ответить на ваш вопрос и все-таки постараюсь хотя бы так урывками вопрос по экономике плодового питомника это очень важно встать у вас же плодопитомник вы когда-то яблоки сдавали оптом яблоки я сдавал промышленном саду потом приехали ребята на цыплок и сожгли его вот так бывает то есть и в питомнике яблоки не продают он то увидит течение двух-трех дней сейчас сегодня были гости потом снова были гости вчера были гости позавчера были гости я каждый раз беру интервью как у вас дела простоярский там или допустим на урале как это рассказываете человек чем за проблема потом человек говорит девять лет рос росла груша выросла до моего роста первое же и последнее плодик девять лет это все в кино это это не это и не постановься кадр на 9 лет дала одну деревянную грушу вот это есть норма и вот получается так что я их должен угощать и вы увидите сегодня были набивали эти самые сумки набивали кто-то кучу было время давал пакеты набивали набивали счет пошел на сотни килограмм часть не успевает они уже гнилые вы понимаете я показывал своих кинах вот высота где-то 80 метров и оттуда падает груша разбивается 100 процентов ну что ты сделаешь для меня это пример таких груш огромных это пример будущего садоводства потому что настоящее садоводство это допустим таких груш тысячи и назовем это грушевый сад представим себя 68 пункти на вопрос был расстояние между этими там речь шла о сантиметрах и метрах а тут представим себе какой-нибудь план по специальный плодоподъемник то есть что-то похожее на эту пожарную вышку чтобы можно было с высоты 8-10 метров снимать аккуратненько плоды это будущее садоводство но когда-то 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 случайно это было я смотрел фильмы то песни поют и огромные лестницы дальше смотрим считается вашем регионе хреновая наш регион он в основном занимался продажи ну когда абрикосы не каждый год понятно портится сразу много не не сдашь вот груша у нас не раз это не не распространены на них много местные не зарабатывать они облаков зарабатывали я тоже рассказывал у меня были буквально знакомые из этого из Иркутской области из Кемельской области и которые возили в Тулу на юг на юг на юг вот и мои в том числе и я поговорю вот у Иванова 20 найдете 100 ветер у Петрова у каждого всего по нескольку яблони по нескольку отдавали отсюда 200 ветер отборных плодов и все вовремя снять вот это было а потом завезли смертельную болезнь все больше наш регион потерял а никто не заметил ни наука которая не помогла не спецслужбы которые должны были остановить этот импорт который привезут 100 тысяч за год допустим южных саженцев 100 тысяч мертвецов на деньги пошли на юг и плюс все болезни привезли и еще будут привозить поэтому пока я вам только Александр говорю о плохом ну нету ничего хорошего сказать вот с моих объемов большая прибыль не будет никогда подчеркиваю деревья чтобы снять плод надо снимать раньше когда он полуспелый а мой питомник он тоже плодоносит частично и мой сад это как бы выставочный вариант они должны довисеть и упасть часть идет остается на следующий год это возвращается в дерево никаких же этого самого профилактического убирания полугнивых глиных фруктов никаких не подходить глупость глупость еще одна глупость величайшая ах заразят кто придумал кто видел эту заразу так своими глазами пусть каждый пятый даже каждое третье яблоко упадет а в нем торчит уже этот самый персонально у каждого из этих яблок уже торчит эта гусеница под названием плодожорка да и хрен с ним и ничего не случается в принципе идем дальше я выборочно бывает ли в большом месте перекупщики нет уже не было осталось самый минимум они в основном это бедствие людей потому что в сад могут залезть всегда особенно дачные сады залазят бомжи и тащат в федорами и сдают с этим же скупщиком по дешевке поэтому скупщики еще процветают но их количество уменьшилось в раз в десять после того когда яблоки были уничтожены яблони были уничтожены так сложили со сбытом фруктов в принципе я у меня отрицательный опыт чтобы был сбыт фруктов надо сад садить вроде бы но абрикосово ненадежно раскачивается климат даже то что в этом году был сверх невероятный урожай для меня это не плюс а страх божий лучше был обычный урожай я бы знал что в следующий год снова будет урожай пусть поменьше но когда пятикратный милость несусветная в количестве неимоверно сейчас там лежат эти тысячи бесконечные тысячи плодов лежат огнивает саду не собраны вот мне это не нравится теперь конкретный вопрос позе филиппе может быть транспортабельно может быть но позе филипп его он действительно ну в другом месте можно скажу он действительно поздний он действительно очень плотный такой твердый будучи вполне спелым он еще достаточно твердый вот но абрикосовый сад вещь ненадежнейшая потому что начался раскачивать климат начал раскачивать вот на что я благополучный в этом плане а из последних пяти лет два года было пустых один год был полупустой и только два обильных из пяти лет вы представляете вас один год плодоносит а потом пару лет не плодоносит что будет разоритесь даже если у вас будет супер шорт позе филиппева вот остальное читайте сами я боюсь уже это вот фруктовая ниша не занята но промышленный сад должен быть исключен все мои усилия все мои нервы все мои труды все мои бесконечные это годы-годы жизни я хочу сказать это я был бы лучше и убедились бы какой я седой все это все это на развитие дачного садоводства каждом саду будет то что вы выше увидели и не нужно никаких промышленных садов но потом каждый должен уже знать да помните и дальше буду рассказывать так гектар но вы упреждаю там ниже об этом но вы весь гектар сразу не засаживаете вы засаживаете помните вообще я показывал все там буквально я купил 10 суток да из них 5 сразу все заросшее пять суток это не гектар это маленькая часть но удобно поливать удобно отследить охранять значит если это слева ли там еще что-то опрыскать или яблони все удобно все а потом вот так посмотрели и у моего я в это тысячу костик выписала мне 900 зашло вот тут так уже их расселяйте где хотите многие как этот убедился я совершенно знаете был разговор под эту под камеру все говорит я вот соседу ровню стара случая получилась я тоже вспоминаю как у кого подарю именно подарю но результат еще лучше моего вот он так и развиваться или помогать кто-то олень собирается там прям на улицах садить кто-то обещает школа посадить кто-то это сама по соседям раздает кто-то хочет еще гектары пока не дешевая но сразу засадить него же 5 10 гектар не избавилось боже потом наплачетесь дачный сад плавно переходящий промышленный плавно я обжегся и вы обожгаетесь пусть это не совсем то что вы от меня хотели ждать ждать хотели а так земля и сбыт погода поэтому интересуюсь ну как мог ответил учитывая что наше время истекло вот но башкирии легче вырастить и все же груши легко вырастить я убедился как если у вас там не заливает башкири водой то груши можно вырастить и тогда у нас этот страшные эпидемия яблонева надо башкирии не дошла я бы знал об этом так тоже может персики ненадежно черешни ненадежно сливы сливы только если у вас пойдут венгерки они не обязательно в каждом районе пойдут мне своя специфика но если пойдут я в этом году собираюсь вам продать косточек допустим они же повторяю свои качества и никаких нету и прививать не надо и рисковать не надо меня в этом году для вас порядка тысячи косточек венгерок уже раскупают тысячи косточек венгерок можно было быть венгерками засадиться такой какой был деревне жертнево волынская область украина в которой мы школьники работали из венгерок тоже тысячи косточек если они взойдут зачем не взойти ну допустим 900 целый сад они транспортабельны вот пожалуй чуть ли не все я вам сказал знаю вы против надеяться на выгоду от торговли фруктов своего питомца питомника господи меня питомник плюс от пол гектара 50 суток но меня интересует исключение когда формат мини питомник правовая формула паха я наплакался с это по это самое я же фермер ох наплакался мы все же прекратились когда сад сожгли это так так они без загорма берут им заняться нечем они требуют отчеты так требовали до каждый квартал да еще на ездишься да еще это да еще это не мое бухгалтера потому что сам-то ты железа в ходе инженера дурак дураком бухгалтерии ох ну плачет а нет вот ладно проехали вот неужели нет примеров или я что-то не учел нет примера в нашей стране невозможно вырастить сад и чтобы его не ограбили как у меня воровали яблоки когда промышлен сад еще было как воровали вспомнить бегать с ружьем разгонять их и только дачного садоводства но можно потом постепенно до нескольких гектаров ну вот и все о проблемах если забуду говорить вы просто читаете да мы время стекло вы просто читаете сейчас в принципе я это адресую кому закировал это у меня было 5 гектар всего и все это прошел а я а а а а а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Дачное садоводство. Все, наше время истекло, ребята. А впереди еще... Если так продолжать рассказывать, в таком же темпе, еще часов 10 надо, чтобы только вот это вот, то, что для этого вебинара я готовил. Продолжение следует...